Сегодня мы скажем несколько слов про 16-ю страницу трактата Бауэмицея. И опять здесь, в основном, технические детали. И я обсужу лишь небольшую слугу в самом начале страницы. Она начинается еще на конце предыдущей страницы. Мы говорили о случаях, когда человек, допустим, украл чье-то поле и потом продал другому. И, разумеется, когда все выяснится, то тот, кому продали, ему придется отдать поле, которое продал ему не настоящий владелец. А уже потом он будет судиться с вором и пытаться получить с него, если есть возможность, с него что-то получить. А вот вопрос в том, если вор пошел и выкупил потом поле у настоящего владельца, уже после своей продажи. Что тогда? В каком-то смысле, как говорит Талмуд, он хочет восстановить, что ли, репутацию. Ему неудобно, что он продал поле, которое не его. И теперь он хочет для покупателя сделать некое добро и пойти к настоящему владельцу и выкупить это поле. Так говорит Рав, что это таки срабатывает. Теперь поле будет принадлежать новому покупателю. То есть вор уже не может ему просто заплатить деньгами, вернуть ему назад его деньги. А получится, что как бы задним числом это теперь поле стало действительно принадлежать новому покупателю. Ну и тому заодно обсуждать случай, когда вор не выкупил поле, а допустим получил его счет долга, если сам владелец поля был должен вору. Или там в случаях, когда он подарил ему, или в случае, когда вору наследовал поле. Я сейчас не буду во все эти детали вдаваться. Нас интересует один интересный момент здесь, что Талмуд спрашивает, как вообще такая продажа срабатывает, если покупают обычно поле через штар, деловая бумага, которую выписал когда-то вор, когда он продавал это поле. Но ведь эта деловая бумага, это как говорится просто кусок глины, то есть она никуда не годна. Она фактически свидетельствует о том, что продано было поле, которое не принадлежало человеку, который его продавал. Поэтому оно абсолютно бесполезно. Такая транзакция не срабатывает. Поэтому как это мы, интересно, потом, когда вор пошел и купил это поле у настоящего владельца, как это мы теперь говорим, что значит это поле теперь принадлежит покупателю. В момент, когда покупка была сделана и была выписана эта деловая бумага, то поле не принадлежало тому, кто его продавал. И поэтому деловая бумага бесполезна. Я не буду вдаваться в детали ответа Талмуда. Талмуд дает определенный ответ, который требует своих отдельных объяснений. Я сейчас это пропущу. В любом случае, я хочу вам рассказать интересный вопрос, который задает Раф Зилберштин в Хашуке Хамед. Я уже говорил, у него часто вопросы, которые как-то связаны с нашей судьей. Он отталкивается от нашей судьи, чтобы задать релевантные вопросы в наше время. Хотя и сама эта судья может иметь отношение в наше время тоже. Бывает, сегодня тоже продают люди, которые на самом деле не владеют имуществом, продают это имущество. Всякие там черные риэлторы, кажется, их называют. В общем, есть такие ситуации. Но чтобы они потом пошли и выкупили у настоящего владельца, так и звучит маловероятно. А вот интересная история, которую спросили у Рафа Зилберштина, был какой-то агент страховок, который, похоже, подделывал подпись какого-то человека. И у него со счета продолжали брать деньги за страховку. А он об этом даже не знал. Он не очень, наверное, следил за своими финансами. У него со счета забирали, допустим, 100 долларов в месяц или в год сколько-то. И он не сообразил. Несколько лет подряд он просто, получается, платил за страховку, которую он не покупал. Потом однажды все-таки заметил, что с его счета снимают деньги. Стал проверять. Выяснилось, что он платит за страховку, которую он не покупал. В общем, за счет на эти годы не покупал. Оказалось, что агент, страховой агент, подписывал его от его имени и выписывал ему страховку. Но получилось, что для этого человека как раз выгодна ситуация, что он был застрахован, сам того не понимая. Потому что, как выяснилось, он в это время как раз болел. Видимо, страховка была против болезней. С разных видов страховок. Данная страховка была как раз против тех болезней, за которые ему теперь положена выплата. То есть получилось, что его застраховали против его воли. И в обычной ситуации он просто судился и получил свои деньги назад. Но в данном случае ему как раз выгодно то, что произошло. И он хочет получить теперь эту страховку. Имеет ли он право получить такую страховку? И Раф Зиберджин говорит, что нет, он не имеет права. И уж тем более судиться за страховой компанией, если та не хочет платить, он не имеет права. И говорит, что это вот подобно данной ситуации, что, как говорит Талмуд, эта деловая бумага – это просто кусок глины. Данная страховка, которую сшварганил этот страховой агент, когда он подделывал его подпись, эта страховка не имеет никакой силы, согласно еврейскому закону. То есть ничего куплено не было. Поэтому то, что он был застрахован технически, это на самом деле не так. И поэтому он не имеет права требовать деньги, которые положены человеку, который был застрахован. То есть он только получит назад свои деньги, которые у него зря забирали с своего счета в банке. Но не может он требовать, чтобы страховка ему платила за ущерб. И на этом я на сегодня закончил. Если вам нравится это видео, пожалуйста, жмите лайк и, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал.